У нас погибла молодая женщина на Любимовке и молодой мужчина погиб на парке Победы. Оба пляжа оборудованы спасательными станциями, спасательными имуществами укомплектованы. Но ввиду того, что и женщина, и мужчина купались во-первых в состоянии алкогольного опьянения, купались во время шторма, во время достаточно сильного волнения, скажем, немного переоценили свои силы. Что я могу сказать? Статистику за этот год, за сезон этого года подводить пока еще рано. Но в прошлом году, в 2015 году на водных объектах погибло 14 человек. Большая часть этих людей было в состоянии алкогольного опьянения. И, к сожалению, такая тенденция, что и не только на морских объектах. И в городе у нас люди под воздействием алкоголя совершают различные подвиги. Хотелось бы, конечно, удержать их от этого, как-то проинформировать, чтобы они не совершали подобных поступков, не переоценивали свои силы. У нас сейчас грядет день флота. Я понимаю, что у нас город моряков, и все будут каким-то образом отмечать. Но хотел бы, опять же, попросить воздержаться от чрезмерного употребления спиртных напитков, и тем более от купания под их воздействием. На морских объектах гибнут разные люди, и дети в том числе. Но дети чаще всего гибнут, когда они остаются без присмотра взрослых. Когда они начинают откуда-то прыгать, с каких-то камней. То есть обязательно нужно за детьми присматривать. То есть нельзя их оставлять без присмотра. Часто бывают тепловые удары, но от этого редко гибнут. То есть оказывают помощь наши спасатели, вызывают скорую помощь медиков. Точно так же бывает, когда люди немножко переоценивают свои силы и возможности, имеющие какие-то хронические заболевания. Будь то астма или кардиологические какие-то заболевания. То есть надо просто заизмерять свои силы, погоду и свое состояние.